Всем кинолюбителям привет! Сегодня у нас на обзоре очередная шикарнейшая подборка новых фильмов, вышедших в хорошем качестве. Лучшие кинотопы, актуальные подборки новинок вы всегда найдете на этом канале. Поэтому не забудьте подписаться и погнали вместе изучать удивительный мир кино. Поехали! Масштабный норвежский фильм-катастрофа «Пылающее море» рассказывает, как однажды, ничем не примечательным скандинавским днем, мощный взрыв в одночасье затягивает огромную нефтяную платформу на дно Северного моря. Выяснив причину катастрофы, группа ученых понимает, что это было лишь началом. Крупнейшая в истории подводная трещина грозит обрушением десятка платформ в районе и ударом по всему побережью. Объявляется эвакуация, действовать нужно незамедлительно, но что именно нужно делать, не знает никто. Полагаю, что в истории более крупных трещин не встречалось. И там повсюду платформы? И люди, разумеется. Сколько у нас времени? Атмосферный психологический триллер от сказочника киноиндустрии Гильермо Дель Торо «Аллея кошмаров» повествует о молодом аферисте Стентоне Карлайле, который находит прибежище в бродячем цирке, где и открывает в себе талант мошенника. Он выдает себя за экстрасенса, читающего мысли и способного общаться с потусторонним миром, чем заработал в себе имя среди высших слоев общества. И вот однажды Стентон решает провернуть очередную аферу с богатым промышленником, но тот оказывается не так прост, как хотелось бы мошеннику. Ребята, а знаете, что поход в кино на столь долгожданный вами фильм может сделать еще приятнее? Это если вам вернут часть средств, потраченных на билеты, и сделать это можно просто, купив их через приложение Тинькофф. Клиенты Тинькофф Банка получают множество преимуществ, например, кэшбэк до 30% на билеты, купленные в приложении. Каждые две недели акции на громкие премьеры. Выбор места для взрослых и детей. Билеты хранятся прямо в приложении, а для большего удобства их можно добавить в Apple Wallet или Google кошелек, плюс очень удобный возврат билетов. В приложении также есть поиск по кинотеатрам поблизости, которые можно посмотреть прямо на карте. А еще подборки с рекомендациями, на какой фильм стоит сходить уже сейчас, а какие фильмы выйдут в кино в ближайшее время. Ну а если возникнут вопросы, поддержка работает 24 на 7. Приложение Тинькофф Банка – это идеальный помощник, который решает бытовые вопросы и помогает провести время интересно, а главное – выгодно. Скорее, переходите по ссылке в описании, чтобы покупать билеты в кино с кэшбэком уже сейчас. Давненько в моих топах не было австралийских фильмов, а ведь мы знаем, они могут снимать достойное кино. Итак, встречайте, весьма атмосферный триллер «Жажда золота». Недалекое будущее, ресурсы на исходе, люди выживают как могут. Два путника отправляются в опасную зону на заброшенный прииск в пустыне. Когда они находят огромную залежу золота, один из них отправляется за техникой, а второй остается караулить сокровище. Пылающее солнце, песчаная буря, дикие животные и опасные путники, а напарник все не выходит на связь. Где ты? Отвекается буря. Я его не оставлю. Это мое. Я буду богат. Детективный триллер родом из Франции, предлагающий зрителю вместе с главным героем погрузиться в расследование загадочной авиакатастрофы. Черный ящик. Согласно сюжету, произошло крушение авиалайнера сотнями погибших. За изучение дела берется Матье Массер, талантливый и весьма целеустремленный аналитик. Чем дальше он продвигается в своем расследовании, тем больше обнаруживает подозрительных несостыковок. Но не найдя доказательств, мужчина уже и сам начинает сомневаться, не игра ли это его воображения. Убери шум двигатель. Слушайте очень внимательно. Основанная на реальных событиях – стильная биографическая драма от Титана киноиндустрии Ридли Скотта «Дом Гуччи». В центре сюжета шокирующее преступление, произошедшее в одной из самых известных и влиятельных династий мира моды. В 1995 году итальянский миллионер Маурицо Гуччи, внук основателя бренда, возглавивший бизнес-империю, погиб от пуль киллера. По версии следствия, организовала преступление его бывшая супруга, эффектная светская львица Патриция Раджани. В итоге ее признали виновной и отправили в тюрьму на 29 лет. «Я не претендую на звание самого порядочного человека, но я справедлива». «Могу я доверить тебе тайну?» «Во имя отца, сына и дома Гуччи». Наконец, для любителей домашнего просмотра стал доступен один из самых ожидаемых и в то же время противоречивых фильмов от Марвел – «Вечные». Представляющие из себя древнюю расу пришельцев, «Вечные» прибыли на Землю более 7 тысяч лет назад, чтобы защищать людей от монстров-девиантов. Выполнив свою миссию, теперь они тайно живут среди людей, не вмешиваясь в другие конфликты и лишь слегка подталкивая технический прогресс. Однако, все меняется, когда «Вечные» узнают, что их миссия на Земле не то, чем кажется на первый взгляд. «Вам не защитить». «Никого из них». «Уверен, ты построил идеальное убежище. Из чего ты?» «Вот это все, вибраниум. Стой!» «Осенняя коллекция. Икея». Достойная криминальная драма с депрессивной атмосферой серых американских гетто. «Одинокий волк». В центре сюжета ничем не примечательный мужчина, он работает мусорщиком и ведет скромную жизнь. А дело все в том, что его мучают грехи прошлого, и такой тихой жизнью он планирует искупить свои деяния. Однако благие намерения мастят главному герою совсем иную дорожку. Защитив местную школьницу, мужчина впал в немилость к местному криминальному авторитету, и теперь он вынужден вспомнить все свои навыки, чтобы остаться в живых. «Как вы узнали этот номер?» «Так же, как и узнал твой адрес». Низкобюджетный, но в то же время увлекательный британский триллер «На краю». Повествует о подругах Келли и Софи, которые отправляются в горы по скалолазить. Там они знакомятся с парнями, посиделки у костра и все такое. Келли отправилась спать, а в это время выпившие парни начинают приставать к ее подруге и случайно сталкивают туз со скалы, свидетелем чего становится Келли. У парней нет выхода, со свидетелем нужно расправиться. Келли же, в свою очередь, использует все свои профессиональные навыки, дабы избежать печальной участи. Самый дорогой фильм в истории китайского кинематографа и второй по кассовым сборам за 2021-й, уступив лишь Человеку-пауку. Встречайте, битва при Часинском водохранилище. Октябрь 50-го, Корейская война. Защищать родную землю и Корею от пиндосов отправляются многочисленные силы добровольцев, в том числе два брата, заслуженный командир У Цян Ли и его младший брат. Товарищи по оружию ждут столкновения с на голову лучше вооруженным противником, в том числе стратегически важная битва при Часинском водохранилище. Шпионский боевик может не такой уж и плохой, но все же банально следующий противоречивым тенденциям современного кинематографа. Код 355. Когда сверхсекретная технология попадает в руки опасных наемников, непредсказуемая агент ЦРУ Мейс вынуждена объединиться с соперницами. Немецким агентом Мари, бывшей союзницей из Ми-6, передовым IT-спецом Хадижей и опытным психологом Гарсиэллой. Пять женщин-спецагентов поставят под удар собственную преданность национальным интересам, что поможет им спасти мир. Если мы их не остановим, начнется Третья мировая. Мы 3-5-5 Ох уж эти раз джессанские романтические комедии. Они такие банальные, но до чего же милые. В общем, встречайте, неуловимый аромат любви. Натали – успешная журналистка, чего нельзя сказать о ее личной жизни. И вот однажды героиня решает воспользоваться приложением для знакомств, где у нее завязывается отношение с тегом «Парнем ее мечты». Несмотря на большое расстояние между ними, Натали решает сделать ему сюрприз и прилететь в гости. Но девушка даже не подозревала, что ее возлюбленный окажется совсем другим человеком. Джош, тебя кое-кто хочет видеть. С этого момента провальных свиданий у меня больше не будет. Натали? Я все объясню! Я не понимаю! Мы общались! Я убедилась! То фото! На нем было мое имя! Я специалист по фотошопу. У тебя сохранились настоящие фото для профиля? Я хотел выглядеть брутально. Ты похож на убийцу с топором. Основанная на реальных событиях скандальная картина одного из главных провокаторов мира кино Пола Верховена – «Искушение». Бенедетта Карлини – пастухница женского монастыря в Тоскане 17 века. Однажды в монастыре появляется новая пастухница Бартоломея. Не в силах устоять перед искушением, между девушками завязываются отношения. Однако Бенедетта остается искренне в своей вере, она неистово молится и в какой-то момент с ней происходят чудеса. Но правдивы ли они? В этом предстоит разобраться чиновнику из Ватикана. Как тебя зовут? Сестра Бенедетта. А вас? Бартоломея. Едва не упала. Да укажет он мне путь. Ты должна во всем сознаться. Богохульство! Умель свою гордыню. Покайся! Пути Господня неисповедимы. Возможно, он погрузил Бенедетту в транс. Или послал нам сумасшедшую, изрыгающую ересь, дабы испытать нас. Четвертая часть многими любимой анимационной франшизы «Монстр на каникулах 4». Трансформания поведает о том, как все смешалось в отеле Трансильвания. Таинственное изобретение Ван Хельсинга, монстрифицирующий луч, ломается и случайно превращает Дракулу и его приятелей в людей, а Джонни, наоборот, в монстра. Вместе друзья решительно настроены это исправить. Они отправляются в кругосветное путешествие на поиски средства о трансформании. Пока не стало слишком поздно и они не свели друг друга с ума. Унил солнце! И теперь человек! Это безопасно! Восхитительно! Это... Жжет мне глаза! Полнометражный финал одноименного драматического сериала «Рэй Донован. Фильм» повествует о все том же главном герое, который на протяжении семи сезонов успешно решал деликатные, часто нелегальные проблемы звезд шоу-бизнеса. Но, как оказалось, проблемы собственной семьи решить не под силу даже ему. Когда-то, чтобы сохранить мир в своем доме, Рэй даже посадил в тюрьму родного отца по ложному обвинению. Но вот он выходит на свободу, так что поддерживать мир в семье и отбиваться от конкурентов стало еще сложнее. Рэй, что ты сделал? Выпустил зверя. Рэй, что ты сделал? Чтобы стать настоящим чемпионом. Готовы к бою? Ага! Эй, сделаем селфи! Шум пальца! Смотри, какая у меня татуировка с тобой! Зачем? Ну что ж, друзья, надеюсь, вам понравилось видео. Ставьте лайки, подписывайтесь. Будем вместе изучать удивительный мир кино. Всего доброго! Субтитры создавал DimaTorzok